Эти восьмилетние мальчишки, самые младшие на турнире, собственно и сами барнаульские соревнования для них первые в жизни. Проблемы с подготовкой к ним, конечно, были, ведь с началом военной операции все тренировки в залах и на спортивных аренах Донбасса проводить запретили. Так что выход на лед в Барнауле для черно-белых уже и победа, и праздник, ведь тренировались до этого дня только что называется на земле. Немножко подсели, физика, еще раз повторюсь, у нас тренировочного процесса как бы и не было из-за событий всех. В целом неплохо, надо работать, есть над чем работать, сделаем выводы. На льду ребята из Донбасса встречались с нашими местными командами Алтай и школой Алексея Черепанова. К слову, викинги из ДНР приехали всего двумя пятерками. Многие составы сейчас на каникулах, а кого-то и просто родители побоялись отпустить. Убедительная победа алтайских хоккеистов не помешала гостям получить яркие эмоции о сражении на льду. Ведь, как известно, в товарищеских матчах нет победителей и призеров. Все молодцы. К тому же юные хоккеисты получили удовольствие не только от игр, но и от обычной спокойной жизни сибирского города. В зоопарк мы ходили, на теплоходе катались. Планетарии. Да, планетарии еще. Хочется уезжать или нет? Не хочется. Почему? Потому что мы там живем в отеле. Здесь войны нет. Да. А там, во-первых, там все дома обстреляны. Здесь есть среди, здесь команда. Хотелось бы здесь пожить. Почему? Здесь вода есть, чисто, танки не стреляют. Дети засыпали и просыпались со словами, а можно мы не поедем домой, можно мы останемся здесь. Нам очень здесь нравится. И они просто счастливы. Они реально счастливы. Они отдыхают, получают удовольствие. Плюс еще их любимый хоккей. Ну, то есть, я думаю, что это многого стоит. Это дорогого стоит. Так что домой, в родной Донецк, ребятишки увезут не только награды, но и массу ярких впечатлений от города, который на несколько дней стал для них родным в мечтах о новом турнире. Дмитрий Дроздов, Алексей Фридин. День с толком.